Добрый день, дорогие друзья! В Екатеринбурге 17.00, а значит, в большей части России уже начались, а где-то и завершились, вечернее богослужение двунадесятого праздника Преображения Господня. В этот день мы вспоминаем евангельское событие, когда на горе Фавор апостолы Иоанн, Петр и Иаков увидели Христа во славе. Спаситель приоткрыл апостолам свою божественную природу, укрепив их в вере перед своими грядущими мучениями и смертью на Голгофе и показав каждому, кто последует за ним, тот свет, которым он преобразится в Царстве Небесном. Тропарь и контакт праздника краткие, но в них и рассказ о сути событий и молитвенное обращение ко Христу. Преобразился Иси на горе, Христе Боже, Показав и учеником Твоим славу Твою, Яко же Можаху, Дава сияй ты нам грешным, Свет твой преснослучный, Молитвами Богородицы Светодавчи слава тебе. На горе преобразился Иси, И Яко же Мещах ученицы Твои, Славу Твою, Христе Боже, Видишь, Да и гдача узят распинаема, Страдания убоу разумеют вольное, Мирови же проповедят, Яко ты сива и синочье сияние. А теперь, уважаемые зрители, предлагаем вам вместе с арт-группой Ларго побывать в одном из старейших преображенских храмов Юга России. Но прежде хотелось бы поделиться с вами радостной новостью. В 2020 году арт-группа Ларго получила благословение Схерхи Мандрита Илья Ноздрина на создание уникального музыкального проекта запись 151 псалма, то есть всей псалтыри, в аудио- и видеоформате. Эту инициативу поддержал Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и ВСЕРУСИ по развитию русского церковного пения. И вот этим летом проект подошел к завершению. Уникальной его чертой стал принцип «Один псалом, один храм». Представляете, 151 храм был задействован в записи псалмов. Сердечно благодарим арт-группу Ларго Владимира Соколова, Александра Порожного и Владислава Судакова за их труд. А сами участники группы благодарят всех, кто также причастен к проекту, ставшему народным. Ноты напевов, глазов, авторских аранжировок прислали из разных уголков нашей необъятной страны, ближнего и дальнего зарубежья. По словам музыкантов, реализованный проект стал исполнением призыва псалмопевца-царя Давида «Пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве нашему, пойте». Уважаемые зрители, найдите эту музыкально исполненную псалтырь. Она есть в интернете, в социальных сетях, на видеохостингах. Также можно приобрести диски арт-группы Ларго в онлайн-магазинах. Ну а теперь обещанный видеоролик из хутора Обуховка Ростовской области. Там уже 160 лет стоит храм, который был построен на средства казаков и посвящен преображению Господню. Преображение церковь не только не была разрушено в годы советской власти, но и благодаря местному населению казакам не переставало действовать с момента своего открытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Храм этот один из тех храмов, которые в Ростовской наданной парке уцелели от богоборческого насилия. Этот храм был построен казаками 1864 года на их пожертвования. А какие у них были пожертвования? Они занимались рыболовством. И первая Тоня, как по-христиански раньше у казаков была, они грузили на лодки, байды так назывались, это большие железные лодки, и отвозили на рыбный, на рыбзавод, получали деньги, приносили в храм для строительства этого великолепного храма. Многие храмы, вот такие величественные, были сломаны. А этот храм уцелел только потому, что казаки были ревностными людьми и охраняли свое святилище, которое они сооружали своими же руками. Часто приезжали представители власти, чтобы закрыть этот святой храм. Но люди здесь находились для охраны, в подвалах жили и защитили этот храм от этого насилия. Хочу пожелать всем православным христианам, страха Божьего, крепости, любви к церкви, потому что некоторые говорят, что у меня, я верующий, у меня Бог в сердце. Не может Бог в сердце быть у человека, который не посещает храм, который не исповедует святую церковь. Самое главное, чтобы весь православный народ когда ходил в храм, причащался, потому что без таинства тела и крови Христовой невозможно обрести вечную жизнь во Христе Иисусе, Господе нашим. Батюшка, спаси Господи вас за этот удивительный рассказ и о храме, и о пожелании всем людям. Это очень близко к сердцу, и сейчас очень нужно в наше сложное время. В наше время, когда идет это поветрие, нужно молиться, усиленно молиться, сугубо и усердно. Мы вам желаем всех благ, крепкого здоровья. Мы знаем, что вы здесь уже 36 лет в этом храме, батюшка. И мы, конечно же, просто, знаете, преклоняемся перед вами. Дай вам Бог здоровья. И многое благая вам лето. В пределе Андрея Крискова, в пределе Константина Елены, вот этот посущник, они были подарены царской семьей, и также вот эта люстра. И на всех этих изделиях есть царская печать, которая подтверждает их дар. Это очень интересно. А еще самый главный вопрос. Мы обратили внимание, что замечательная роспись. Это уже обновленная? Нет, это с основания храма. С основания храма. Это люди, вот по истории, значит, иконописцы молились, постились, и писали, только с молитвой писали вот эти, иконы. Здесь замечательные, уникальные. Афрески какие, вот представьте себе, вот какие. Батюшка, и иконостас тоже. Иконостас. Здесь полностью храм. Полностью храм. Никогда не подвержен, был никаким разорением, ничего. Господи, что ся умножишь растушающий мир, мнозиво встают намя, мнозиво глаголю души моей, не спасения ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, есть и слава моя, и возносяй главу мою. Глазом моим, ко Господу возвах, и услыша мя от горы святые свои я, аз уснух и смах, в постах, яко Господь заступит мя, не убоюсь, а вот тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко ты поразнил еси, вся враждующая ми встуе, зубы грешников сокрушил еси. Господь не еси, спаси меня и на людях Твоих благословение Твое. Дорогие наши подписчики, сейчас мы находимся в ростовской епархии. Вот здесь уникальный просто батюшка, у него 4 сына и 33 внука. И дочечки, и дочечки, и дочечки. Дорогие друзья, вот она настоящая большая православная семья. Отцу Николаевичу, с отчатами, с внуками, многое, благая, лето. Многое, 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 многое. Подмяйте, Господь, здоровья, и чтобы вы никогда не уставали, Господь дам вам такие полоса. Спасибо большое. Благословите. Спасибо большое. Мы стали неподдимы. Дорогие друзья, всех вас еще раз поздравляем с праздником Преображения Господня. Этот день в народе называют яблочным спасом. В храмы для благословения приносят яблоки, виноград и другие плоды нового урожая. Также в Преображении ослабляется Успенский пост. Разрешено есть рыбу. Но, конечно, главное все же то, что в Преображении Спасителя нам показано новое благодатное состояние, к которому мы в своей жизни должны стремиться. Стремиться к преображению, очищению, освящению своей души, желая всем нам. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова